Две «Газели» и легковой фортеле военнослужащих отделение социального фонда по Карачаево-Черкесии передало автомобили в зону проведения СВО. Обследовали и уничтожили ручную гранату. Житель села Придгорный обнаружил подозрительный предмет в западной части населенного пункта. Сегодня второй день конного перехода, посвященного Дню Возрождения Карачаевского народа. Колонна всадников ранним утром отправилась в путь. Волшебная лампа «Аладдина» для взрослых и детей в Республиканской госфилармонии прошло музыкально-театрализованное представление. Здравствуйте! На телеканале «Россия-24» информационный выпуск «Вести Карачаева-Черкесия». С вами Мурат Жен-Кюза. Отделение социального фонда по Карачаево-Черкесии передало автомобили в зону проведения СВО. Две «Газели» и «Форд» в торжественной обстановке были переданы представителям Общероссийского народного фронта, которые, в свою очередь, отдадут машины бойцам 34-й отдельной мотострелковой бригады. Автомашины отправятся в зону проведения специальной военной операции. По словам управляющего отделением социального фонда Аслана Озова, эти машины находились на балансе в Пенсионном фонде и Фонде социального страхования Республики. В торжественной обстановке Аслан Озов вручил ключи и документы на авто руководителю исполкома Народного фронта Карачаева-Черкесии Людмиле Капушевой. Передачу автомобилей управляющей отделением социального фонда сопроводил словами поддержки российских военнослужащих и выразил надежду, что автомобили принесут пользу нашим бойцам. Эти автомобили до 2023 года эксплуатировались в Пенсионном фонде и Фонде социального страхования Российской Федерации. Автомобили эти прошли техническое обслуживание, и сегодня они полностью готовы к выполнению любых задач. Это не первая акция. В прошлом году отделением фонда социального по Карачаево-Черкесской Республики также было передано в новые субъекты Российской Федерации пять автомобилей. Группа разминирования управления Росгвардии по Карачаево-Черкесской Республике во взаимодействии с сотрудниками муниципального отдела МВД России «Зеленчукский» обследовали и уничтожили ручную гранату. Житель села Предгорно обнаружил подозрительный предмет в западной части населенного пункта и незамедлительно сообщил об этом в правоохранительные органы. Прибывшие на место специалисты Росгвардии обследовали находку, идентифицировав ее как ручную гранату F1. С соблюдением всех мер безопасности росгвардейцы уничтожили опасный предмет накладным зарядом. Сегодня второй день конного перехода, посвященного Дню Возрождения Карачаевского Народа. Колонна всадников ранним утром отправилась в путь покорять горную местность. Напомним, в масштабном мероприятии принимают участие более ста всадников, среди которых наши земляки, принимавшие участие в специальной военной операции. Приехали на переход также гости из Алтая, Дагестана, Кабардино-Балкарии. Всадники несут флаги Российской Федерации, Карачаева-Черкесии и Знамя Победы. Участникам предстоит пройти сложный маршрут по горной местности. По итогам жюри определит топ-20 жеребцов, которые будут допущены к различным конкурсам в последующем. Организатором выступила Ассоциация Карачаев-Хорс при поддержке Минсельхоза Карачаева-Черкесии, конного завода Карачаевский по инициативе общественной организации Карачаев-Ланхалк. Подробнее об этом мы расскажем в 21.05. Четыре семьи из Карачаева-Черкесии вышли в окружной полуфинал конкурса «Это у нас семейная». Наш регион представляют семья Барануковых из Черкеска, из Усть-Джигуты, Евдокимовы, Пономаренко и Барлаковы. И еще семья Василенко-Гудовцовы из поселка Кавказского. Командам предстоит пройти серию интеллектуальных, спортивных и творческих заданий. Отдельный блок посвящен знанию родных регионов. Оценочные этапы пройдут 19 апреля. В Республиканской госфилармонии прошло музыкально-театрализованное представление. В числе зрителей мюзикла «Волшебная лампа Аладина» были и вынуждены переселенцы из Белгородской области. Мюзикл об известной сказке, об Аладине и волшебной лампе поставил коллектив Республиканской филармонии. И не без основания, рассчитывая на интерес как у детской аудитории, так и со стороны взрослых. Ведь произведение учит не сдаваться ни при каких обстоятельствах, искать выход из любой ситуации. Мы все одна Россия, для этого у нас чужих нету. И мы с удовольствием сегодня их пригласили для того, чтобы дети и взрослые посмотрели мюзикл, который наша государственная филармония поставила. Я думаю и уверен в том, что они получат огромное удовольствие. Девушки из ансамбля народных танцев «Дочери нартов», чувствуя ритм этнических мелодий, и виртуозно воплощают его в движениях, делают это профессионально, чем и радуют своих зрителей. А мастерство исполнения помогает достичь все новые и новые высоты в мире танца. Овладеть уникальной техникой и стилем, освоить основы и продвинутые элементы кавказских танцев, придавая каждому движению глубокий смысл и эмоциональное насыщение – вот к чему стремятся и хореограф, и ее подопечные. Юлия Даурова, руководитель ансамбля из числа строгих наставников, для которых важен конечный результат. Но между тем она еще и друг-вдохновитель, умеющий настроить девочек на победу. Заслуженному тренеру России Аюбу Пшмахову исполнилось 70 лет. Своеобразным подарком Аюбу Ибрагимовичу стал межрегиональный турнир по дзюдо. За состязаниями в спорткомплексе «Юбилейный» наблюдал Артур Мхце. Он и в 70 лет столь же активен, полон идей и надежд, как в 27, когда только начинал тренерскую карьеру. Чтобы поздравить Аюба Пшмахова с очередной покоренной возрастной планкой, в спорткомплекс «Юбилейный» в Черкесске пришли многие именитые спортсмены и наставники. Среди них, можно сказать, легенда отечественного спорта Вячеслав Пчелкин. На примере мэтра дзюдо и самбо Аюб Пшмахов когда-то учился, а теперь сам является тренером, опыт которого стараются перенимать коллеги. «Самбо, самозащита без оружия – это наш национальный Советский Союз, российский вид спорта. И мы все стремились туда попасть. Мой старший брат во всем виноват. Он на 7 лет старше меня. Он из Аула приехал в город. И в городе он начал заниматься Вячеслав Пчелкин, Хаджимурата Джадирова, два тренера, которые к нам приехали, сами занимались уже мастерами спорта. И оттуда все началась моя карьера». Далеко не каждый спортсмен по окончании активной карьеры может стать хорошим тренером. Однако Аюбу Пшмахову это удалось. О чем и говорили многие почетные гости межрегионального турнира, где главным виновником торжества был именно он – тренер. «Самое главное, что он является педагогом, который воспитывает достойных людей, настоящих патриотов нашей страны, которые сегодня трудятся во многих сферах и в производстве, и в госструктурах, и в правоохранительных органах, и достойно несут имя своего тренера». «Я не могу сказать, чтобы он прям был очень строгим. Он, как каждому, находил подход. Где-то, конечно, в меру строгий. Ну, спортсмены – народ такой, что где их чуть-чуть расслабишь, там и начинает протекать, как говорится. Но мы старались выполнять все команды тренера». Прошедший под сводами юбилейного турнира подзюдо со 150 участниками пока сделал популярности лишь первый шаг. Воспитанники Аюба Пшмахова и представители Республиканского спортивного ведомства приурочили его к юбилею тренера. Однако придание соревнованиям ежегодного статуса несомненно поможет заинтересовывать единоборствами и здоровым образом жизни все больше людей из разных регионов страны. Артур Макцелий Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Гимнастка из Карачаева-Черкесии Екатерина Усачева завоевала золото на всероссийских соревнованиях. На днях в Элисте завершились всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы олимпийской чемпионки заслуженного мастера спорта России Алины Макаренко. Турнир собрал более 200 сильнейших гимнасток из 24 субъектов России. Далее смотрите интервью с директором школы «Самбо» Муратом Унароковым и его подопечными. А я с вами прощаюсь. Всего доброго.